Да, я включу. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас 76-й урок нашего курса. Мы будем разбирать недельную главу под названием Трума. Надо сказать, что с этой недельной главы идут главы, посвященные почти исключительно Мишкану, то есть Кинезавета, и тому, что находилось внутри этого Мишкана. И как все это было устроено и изготовлено. Кроме того, мы сегодня делаем последнее занятие перед Пуримом, поскольку прошедшая суббота называлась «Напрашат Захор». Это суббота, суббота перед праздником Пурим. Суббота, когда вспоминают заповедь стереть память о Малека. И следующее воскресенье у нас как раз выпадает на Пурим Мишулаш. Что такое Пурим Мишулаш? Это бывает раз в несколько лет, когда Иерусалимский Пурим 15-е Адара выпадает на Шаббат. Часть заповедей исполняется в пятницу, часть – в субботу, а часть – в воскресенье следующее после Пурима. В частности, пир и веселье. Поэтому как раз через неделю я тут в Иерусалиме буду пиршествовать и веселиться. А вам желаю веселого Пурима во всем остальном мире. Пурим отмечается в пятницу. Это, конечно, может быть немножко неудобно, потому что надо еще в субботе успеть подготовиться. Но это тоже бывает, в общем-то, нечасто. И так веселого Пурима. Не забудьте, что я поставил песенку Шашанат Яков. Вот эту песенку, если мы сегодня будем успевать последние минут 10, а может быть даже 5, давайте попробуем ее рассмотреть. Если нет, то вы найдете в нашем канале на Телеграм. Теперь у меня есть вопрос ко всем присутствующим. Уважаемые присутствующие, сейчас видно меня, да? Да. Да. Понятно. Что я хотел вас спросить. Я готовлю словарь. Словарь нам нужен во время работы. Этот словарь я стараюсь заранее поставить в наш канал на Телеграм. Тот, кто имеет этот канал, открывает файл, да? И параллельно с тем, как я веду занятия, да, я показываю текст, он смотрит по этому файлу. Я стараюсь параллельно еще поставить материалы, которые есть у вас в словаре, поставить в чат. Но это довольно канительная работа. Несколько раз подряд у меня были словарики очень короткие. Сегодня словарь очень длинный, просто огромный. Я несколько минут своей жизни потратил на то, чтобы вставить его в чат. И даже не уверен, что ничего не пропустил. Я вижу, что я даже не дошел до конца. Да, потому что, может быть, мы не успеем всю главу разобрать весь тот материал, который я приготовил. И это, в общем-то, нормально, это все правильно. Вот, скажите, вот из тех, кто присутствует, можно обойтись без чата? Впрочем, я могу сделать проще. Я могу в чат поставить файл, не правда ли? Да, есть он в Телеграм. Есть, ну хорошо. Можно Телеграмом ограничиться, да, без чата. Спасибо, спасибо. Я беру это как карт-бланш. В таком случае я сейчас включаю наш материал. У меня нет Телеграм. Так, тогда надо будет мне постараться поставить файл на чат. Ну, сегодня вы пользуетесь чатом, не правда ли? Ну да, либо народ сказал, они могут посмотреть в Телеграме. Ну вот, те, у кого нет Телеграма, постарайтесь как-то его добыть и устроить. Если не получится, то, ну, я надеюсь, что хотя бы файл на, файл, полный файл на чат, а не копипастить, я смогу. Итак, ребята, из недельного раздела под названием Трума я сегодня рассматриваю параграф 25 ПЕРЭК КАФЭЙ. В прошлом году у нас, очевидно, в связи с Пуримом, у этой недельного раздела ничего не было. Но, должен сказать, что материал во многом повторяется. Теперь, поскольку этот материал специфичный, он рассказывает о таких вещах, как аронгайдут или устройство мешкана и так далее. Очень многие слова, термины, не актуальны в современной жизни. Некоторые просто переосмысленны. Например, Крашим у нас это балки в нашей недельной главе, а в современном иврите Крашим это доски. Некоторую разницу я вижу в этих терминах. Но, для того, чтобы понять саму недельную главу, а, в общем-то, эту задачу мы себе ставим, действительно важно разобрать все термины, поскольку, именно постольку, поскольку они малоупотребимы. Итак, читаем и объясняем. Посмотрите внимательно в нашем канале в Телеграм. Я поставил иллюстрации, которые нам помогут. Иллюстрации, значит, вы сами выбираете, а я постараюсь, если вы мне будете напоминать, это мне поможет, стараюсь и вам демонстрировать по ходу. Значит, есть стандартные иллюстрации, которые кочуют из хумаша в хумаш в разных изданиях. Вот, когда-то они были сделаны, и, в общем, они используются вполне удачно. Вот, я использую иллюстрации цветные, которые как-то попались мне в альбом, я купил его на Мэшерим. Вот, альбом хороший, хотя и потрепанный, но сегодня вот посмотрим на них. Итак, И сказал Бог Моисеев, говоря Я не слышу. Так, алло? Да? В чем проблема? Я слышу. Да, все слышно, все отлично. Нормально. И возьмут мне вот слово трума, которое дало название нашей недельной головы, буквально это возношение, подношение, что еще? Безвозмездный, бескорыстный подарок. Мы увидим, что корень его, вот он, рейш-мэм, ле-га-рим, поднимать. Отсюда рамот, отсюда бим-ромав, о-сэ-шалам-бим-ромав, да? Ле-га-рим в значении поднимать. Итак, трума, это то, что поднимается. Что значит поднимается? Значит, это было каким-то материалом, ну, допустим, шерстью, которую можно использовать для одежды человека. Вот, а можно пожертвовать ее на более высокие цели на построение мешкана. Ме-эт-коль-иш от каждого человека. А-шер. Й-и-д-ве-ну-ли-бо. Здесь тот же конец, что в слове недава. Недава – это добровольное приношение. То есть, либо его сердце, его сердце даст вот это добровольное приношение. Ме-ти-к-ху, возьмите. Э-т-ру-ма-ти, возьмите мою труму, мое возношение, говорит Всевышний. В-э-з-о-та-ру-ма. И вот, какова будет эта трума, возношение. А-шер-ти-к-ху, ме-ит-ам, которую вы возьмете от них. В современном иврите «от них» мы скажем ме-эм. Здесь ме-ит-ам. От ме-эт. Ме-эт – это от чего-то, от кого-то. Более литературная форма. Загав – золото. Ва-хэсэв – и серебро. У-нехошит. Нехошит – это медь. Также называют словом Нехошит латунь. Латунь – это, по сути, сплав. У-техэлет. Когда слово я выделяю зелёным цветом, это значит, что оно вошло в словарь. Словом «хэлет» обозначается цвет, и обозначается краска, и обозначается материал, покрашенный этой краской. Цвет – это тёмно-синий, насыщенный синий ультрамариновый цвет. Краска добывалась из морского существа-моллюска под названием хилозон. В современном рите хилозон – это любая улитка и даже слезняк. В Талмуде хилозоном называется конкретное животное, точнее, существо, которое на протяжении многих поколений было, в общем-то, неопределено. Дело в том, что в своё время евреи знали, что это за существо, и умели изготавливать эту краску. Потом, ввиду того, что евреи были перемещены в Вавилон, где, как я понимаю, моря нет, изготовление этой краски «хэлет» прекратилось. Вплоть до того, что мудрецы того времени решили, что раз у нас нет возможности исполнять заповедь «хэлет», давайте вспомним, где мы ещё встречаем это слово. Кто-то мне подскажет? Никто не помнит. Цицит. Порошат цицит – третий отрывок из «шма». Именно. Нить, ну, есть разные мнения, пол нити или одна нить, или две нити из четырёх должны быть окрашены вот именно этой краской, не цветом, а именно вот этим веществом. Но поскольку такая возможность перестала быть, то заповедь решили мудрецы будет исполняться без «хэлет». Так. Вот. Поэтому секрет был утерян. Вроде бы он восстановлен, по многим мнениям, но не все с этим согласны. Машех рассудит наши споры. Итак, «хэлет» мы разобрали. «Ве аргаман». Слово «аргаман» посмотрите в словаре, что переводит. Пурпур, да? Что такое пурпур? Это красный такой красный цвет. Значит, смотрите, я использую перевод Торы, который есть на сайте, который я как-то вам указывал. Он может немножко отличаться от стандартного. Вот. И параллельно с тем, что даёт мне словарь, я ставлю ещё и значение перевода этого слова из текста. Итак. Да, кстати, обратите внимание, что выражение «талит шекулат хэлет» – это тоже из Торы. Может быть, кто-то помнит откуда. «Талит» – полностью окрашенный в синий цвет. В значении безупречный, непорочный. Так. Абсолютно без всяких претензий. Итак. «Аргаман» – это пурпур. Это и цвет, и вещество. И в данном случае это шерсть, окрашенная в пурпурный цвет. Дальше говорит нам текст «ве толаат шани». «Толаат» – это, по сути, червячок. А «шани» – это его определение. Так вот, из «толаат шани», который – это словарь, переводит как «кошенильные черви». Выделялась краска. Выделялась краска. Так, что такое? Я не показываю экран? Нет, показываю. Все нормально. Нормально, да. Выделялась краска, которая тоже была красной, но другого оттенка. Чем различаются «аргаман» и «шани»? Я сказать вам точно не берусь. Так. Скажите мне, пожалуйста, может быть, кто-то помнит, где еще слово «шани» используется в известном тексте, да, как обозначение материала? Даже не краски, а скорее материала. Кто-то помнит? Что-что? Еще раз какой вопрос? Да. Значит, слово «шани» как обозначение материала, где используется еще в известном тексте? Да, разрешается не знать. Это довольно интересно и, кстати говоря, не бесспорно. «Ки коль бейта лавуш шанима». Что это? «Ши расширим» вроде, нет? Нет, это «эшет хаэль». А, «эшет хаэль», да-да-да, правильно. Да. Не боится домочаться ее холода, точнее даже снега, потому что весь дом ее лавуш шаним, одет в шаним. А я думал, кстати, годами обут, нет? А? Я думал, что одет в одеянии... От слова «шана» как год? Ну да, как-то более... Это еще третий вариант. Дело в том, что я посмотрел несколько современных переводов. Все они говорят, значит, одеты в шерсть, окрашенную вот этим кашенилем, да, красного цвета. Я когда-то встречал перевод, уже совершенно не помню, где это было, в бумажном издании. Шаним – это как шнаим, то есть имеют перемену одежды или имеют двойные одежды, да? То есть либо он намочит себе, скажем, куртку, свитер, и у него есть какой-то другой, либо он может надеть оба свитера сразу, да? Вот. И вот еще третий вопрос, что годами они носят одежду, может быть, такое. Я, честно говоря, не знаю, почему шерсть, окрашенная в красный цвет, теплее, чем просто шерсть. Вот. Тем не менее, вот так написано, и большинство переводов от этого. Шаним переводят, исходя из этого. Кстати говоря, благодаря, значит, вот наличию этой краски, именно кашенильной, красного цвета, очень многие продукты, увы, некошерные делают, потому что краситель получают из червей, он дает стойкий красный цвет, но поскольку он имеет некошерное происхождение, то он делает и продукт некошерным. Я помню, что как-то за границей, да, нашел очень, очень захотелось попробовать интересное такое пиво со вкусом красного грейпфрута. Вот. Я пытался выяснить у продавщицы, а что это за краситель? Ну, мне все-таки показали, что краситель там кошерный, вот, искусственное происхождение, поэтому я знаю, какой на вкус это пиво, вполне рекомендую. Продолжаем. Слово шеш, которое мы обычно понимаем как шеш, здесь тоже имеет другое значение. Что такое шеш? Шеш это, в данном случае, вессон. Вессон это некая ткань, скорее всего, это лен, это дорогая ткань, да. Лениные ткани всегда были дороже шерстяных, да, ввиду меньшей распространенности и трудности обработки. Так. Значит, это не шесть, и это не шаешь, не гранит. Вот. Вэ-эзима. Эйзима это козы. Так. Аэз это коза. Хотя раши, как мы можем посмотреть, как мы можем увидеть в словаре, утверждают, что слово коза пишется иначе, а здесь имеется в виду конкретно козьей шерсти. Итак, вот, что у нас перечислено. Далее. Посок эй. Вэ-о-рот это шкуры или кожи. Эй-лим. Ай-яль это баран. Мэ-а-дам-им от слова а-дом. Адом это красный. Мэ-а-дам-им это окрашенные. Заметьте, что в этом слове уже имеется корень краска. Краска. Красный, да. В данном случае конкретно покрашенный красный цвет. Самчина говорит, что это не естественный их цвет, а это цвет в результате обработки. Вэ-о-рот опять же шкуры или кожи тахашин. Тахаш это весьма интересное животное, которое сейчас не идентифицируется. Буквально три года назад появилось мнение, что тахаш это жираф. Известно, что это животное, шкура которого вся в пятнах. Есть мнение, что она вся разноцветная. Некоторые комментаторы пишут, что это животное, которое появилось специально в те времена, а сейчас оно исчезло. Именно тогда, когда оно было нужно, оно имело место. А сейчас его нет, поскольку нет и мешкана. Ну, посмотрим. Опять же ждем Ашеха. Вэ-а-цей-шитим и деревья под названием шитим, по многим мнениям, это акация. Живя в России, я привык, что акация это куст, тоненькие такие веточки. Но в Израиле, да, впрочем, и в южных странах, да, деревья акации, особенно белые акации, да, это действительно деревья. Деревья достаточно мощные. Так. Дальше. Шемен. Шемен – это масло оливковое. Ле-маор – для освящения. Бесамим. Слово бесамим, босем – это благовоние. В современном иврите словом этим называются духи. Ла-шемен, ле-шемен точнее. Да, бесамим ле-шемен – это вещества, которые придают ароматный запах оливковому маслу. Какой шемен? Га-мишха. Мишха в современном иврите – это мазь, это то, что намазывается, да. Шемен-гамишха – это масло помазания, это не часть самого мишкана. Вот мы знаем, для чего оно использовалось, для церемонии, как мы сейчас скажем, инаугурации коэнов, впоследствии и царей. Шемен-гамишха. Вот отсюда же, от этого же корня слова «машиях». Машиях – буквально «помазанник». Если к вам, не дай бог, приклеится христианский миссионер, задайте ему такой вопрос в лоб. А что означает слово «мессия»? В лучшем случае он вам скажет, что «мессия» – это перевод с иврита в слово «помазанник». Спросите его, кто, когда, где, а главное, с какой целью и кого помазал? И что вообще это означает «помазан» для чего-то? Было ли это помазание действительно осуществлено для того, кого они считают мессией? Так, дальше. Ты знаешь что, я бы на месте, то есть, меня трудно представить, но я бы на месте того самого христианского миссионера, которому ты отправляешь, я бы сказал, что это от слова «миссия». Знаешь, «миссия мира» и все, это послание. Верно, верно. Тем не менее, и слова эти, да, слова эти многие путают, но это разные слова. Но важно им не рассказывать, чтобы не использовали. Да, я иногда задаю вопрос, а в чем миссия мессии? Да. Да, да, да. Так, далее. «Ли кторет, ага самим». Кторет – это воскурение, это вещества, которые при нагреве или при горении выделяют ароматный дым. А слово «самим» в современном иврите чаще всего используются для наркотиков, да. Ну, в принципе, «самим» – это некие снадобья, ингредиенты, да, в частности, и лекарственные. Так, разрешается. Так, «кторет, а самим» – это воскурение определенных веществ. «Авней» от слова «эвен» – камни, «шогам», «шогам» – это опал, такой минерал, такой полудрагоценный камень. «Ве авней милуим» – камни наполнения буквально. От слова «мале», «мале» – это полный, «ле», «мале» – это заполнять. Слово «милуим» в современном иврите, что означает «я жду Натана», да? Что такое «милуим»? А, «милуим», да. Воинские сборы, восполнение воинского долга, да? То есть человек, служивший в армии, да, его армия не оставляет в покое, а периодически, как я понимаю, раз в два года, да, вызывает на воинские сборы. Я кончил в сорок с чем-то лет, и так это обычно где-то около сорока. Те, кто был в крови, они в боевых войсках, они кончают. Но, вообще говоря, появляются периодически статьи про добровольцев, которые до очень позднего времени делают. Ну, кроме того, есть специальные возраста для отдельных родов войск, например, там летчики или что-то такое. В среднем, действительно, если у человека там не дикое количество детей, что-то такое, нет каких-то отмазок, то он действительно где-то до сорока лет, он действительно делает раз. Ну, в общем, практически, да, используется это слово для, в смысле, восполнения, да? Восполнение воинского долга. Да, милуем, как обязанность, наверное, да. Прошу прощения, я вот слышал такое объяснение, что это восполнение армии до нужного количества. То есть Израиль маленький, держать регулярную армию большую не может. Поэтому регулярное достающее количество восполняется до нужного числа именно с помощью резервистов. Вот это восполнение. А, понятно. Я думал, что восполнение нужно во время военных действий, не дай бог. Смотри, тактически, тактически, то, что Аня сказала, это совершенно правильно, потому что во всех войнах главная задача садира, а именно постоянных, как бы, войск, то есть регулярной армии, то, что называется, тех, которых призывают служить три года, их продвижаться до тех пор, пока не подойдут основные силы. Ну, это не ополчение называлось, а это действительно силы этих самых милуин. Но, с другой стороны, мне кажется, ну, то есть, в Сефер-Леви, как называется в книге «Воекра», как называются смены Куанин? Это же милуин, по-моему, нет? Да, есть такой чемпион, по-моему. Да, похоже. Я считал, что это как бы милуин военный, а не отсюда, то есть это какая-то постоянная обязанность, которая возложена на человека, нет? Ну, я не возражаю против этой обязанности и против права, в общем-то, государства в случае необходимости призвать в армию тех, кто, может быть, армии полезен. Вот, я рассматриваю чисто с точки зрения грамматики корень «малэ», «малэ» – это полный, значит, исполнение. Дальше идут такие слова «ла эфод» в «ла хошен». Я думаю, что лучше нам дать эти слова без перевода, но иногда, потому что переводы в разных изданиях, тоже с переводом на русский язык, используются разные термины. Вот. Но словарь в данном случае совершенно прав. Он называет, переводит «эфод» как «эфод» и дает объяснение о деянии первосвященника в храме. Тем не менее, в современном рите это слово может означать и просто «жилет». Ну, сегодня это не в наш параграф входит, вот, но далее описывается, что такое эфод, как он был устроен. Это мы все можем посмотреть. Дальше. Кстати, по-русски я посмотрел слегка резервисты, вот как это правильно называется. А, резервисты. Точно, да, да. Точно, да. Понятно. И, кстати, называется, как бы служба называется «шерут милуим». То есть, ну, милуим – это часть, а полное название – это «шерут милуим». Шерут служба. Понятно. Так. Вот. И что такое хошин? Это нагрудник первосвященника. Так. Вэ, значит, фраза восьмая. Вэ асу ли мигдаш? И сделайте мне святилище. Слово «кадош мигдаш» – это святилище. Вэ шаханти бэ тохам. И буду я обитать среди вас. Здесь корень «шин хав нун». Отсюда «шхуна» – район или квартал. Отсюда «шахэн» – это сосед. Но «шахина» – это божественное присутствие. «Кехоль ашер ани марэ» – как все, что я показываю. От ха – тебе. Так. Кому это говорит Тевышний Моисею. «Эт тавнид хамешкан». Слово «тавнид» может быть переведено как общий вид, как форма, модель, макет, образец скинии. Конкретно скиния. Мишкан – это одно и то же слово. В современном иврите что называется словом «тавнид»? Поднос. Точнее, допустим, алюминиевая форма для, ну, например, пирога или для запекания чего-то. Тавнид. Потому что форма самого этого подноса определяет форму получаемого изделия. «Ве эт тавнид коль кейлав» и вид всех, что такое «кли». Это сосуд или это инструмент. «Кейлав» имеется в виду все инструменты, которыми работали служители Мишкана. Что это такое? Может быть, мы сегодня успеем посмотреть. «Ве хэнта асу» и так делайте. «Ве асу арон» и сделайте «арон» – это в современном иврите «шкаф». Мы переводим это как «ковчег». Скорее, это был не «шкаф», а «сундук». «Ацей щитим» из дерева «шитим». «Ама таим» – слово «ама» означает «локоть». Что такое локоть? Это расстояние от самого локтя до кончика среднего пальца. Считается, что это примерно 60 сантиметров, хотя иногда можно считать, что это 48 сантиметров. Дело в том, что очень многое мерилось именно вот такими локтями. «Ама таим» – это два локтя. «Ва хэци» – два с половиной локтя. «Арко» – это значит «орэх шело», то есть длина его. «Ве ама вахэци» – локоть с половиной рахбо, рохэв шело, его ширина. «Ве ама вахэци» – локоть с половиной, то есть полтора локтя. «Кома то» – высота его. От этого слова «кома этаж». И, например, двухъярусная кровать называется как «митат комо таим», то есть кровать в два этажа. «Ве ципита ле цапэ» – это значит «покрыть снаружи» и покроешь ото его «загав» – золотом, «тагор» – чистым. «Мибайт умихуц» – «мибайт» – это внутри, «хуц» – как вы понимаете, снаружи. «Тецапену» – покроешь его. «Ве асита алав» – и сделай на нем «зерв». «Зерв» – современный говорить, это скорее букет цветов. Здесь это скорее венчик, венец. Я не рассказываю, как все это устроено. Думаю, что открывшие картинки, которые я поставил на Телеграм, вы многое увидите. Очень важно на самом деле, читая вот эти главы, в которых говорится об устройстве Мишкана и его келим, его инструментов, наглядно представлять себе, что здесь имеется в виду. Когда 40 лет назад я читал Тору без всяких иллюстраций с переводом Йошуа Штейнберга, там были довольно непонятные пояснения, объяснения и термины. И мне было очень трудно представить себе, как устроен этот Мишкан, несмотря на инженерный склад ума и, в общем-то, получаемое инженерное образование. Здравствуйте, Стас, был рад вас видеть. Вот, а теперь, слава Богу, мы имеем достаточные иллюстрации, в том числе вот и те, которые я поставил. Так, Савив, вокруг. Ве Яцакта – это значит «вылить и злить». А, кстати говоря, есть слово «зер», есть слово «незер», которое тоже означает «венец», и есть слово «назир» – монах-отшельник. Ну, на самом деле, точно говоря, «назир» – это человек, давший определенный обет, и этот обет описывается подробно в Торе, от чего именно ему советуют отказаться, если он чувствует к этому необходимость. Вот, ну, используется это для монахов, но у нас, евреев, монахов нет. Яцак – лить, переливать, отливать литье. Яцака – это сплав металлов. Как он готовится? Два разных металла, чистых, допустим, да, смешиваются в определенной пропорции. Если это медь и серебро, получается бронза. Если это медь и олово, получается латунь, к примеру. Да, хорошо, так. Хорошо, идем дальше. Значит, Табаат – это, как вы знаете, кольцо, матбея – это, наоборот, монетка. Табаат – загав, кольца золотые. Ве-на-тата, буквально, и, дашь, ты, аль-ар-ба-па-мо-тав. Это слово переводится как «к его углам». Ну, иллюстрация покажет, каким именно образом они были приделаны, эти кольца. Четыре кольца. Уштей-табаат – аль-цалла-о, цела – это ребро. Два кольца на ребре «ха-э-хат» – одном. Уштей-табаат – аль-цалла-га-шенит. И два кольца на другом ребре. Ве-асита бадей – ацей-шетим. И сделай шесты из дерева акации. Слово «бад» в современном рите скорее означает «материя», «материал», то есть ткань. Но здесь «бадим» – это шесты. Ве-цепи-та-от-ам-за-гав и покрой их золотом. Ве-гэ-вей-та – и буквально приведи их. Эт-га-бадим, вот эти шесты. Бет-ба-от – в кольца. Аль-цал-от-а-арон. На углах, на ребрах этого кольца. Ковчега «ла-сет», как мы знаем, это «поднимать», это «нести». Эт-а-арон-багэм – нести этот ковчег ими, то есть посредством шестов. Люди брались за шесты. Очевидно, вы видели эти картинки, как примерно современные носилки лы-габдиля. Бет-ба-от-а-арон и ю-абадим. В кольцах этого ковчега будут шесты, но ясуру мимену – не будут удалены, вы вынуты из них. Другие предметы либо тоже переносились на шестах, но эти шесты можно было вынимать, разрешалось, либо переносились как-то иначе. Но именно конкретно про арон сказано, что шесты не должны выниматься из колец. Поэтому иногда шесты изображаются утолщениями на концах, которые не давали им даже случайно из колец выпасть. Венатата эль-ха-арон, эд-ха-э-дут. И дашь ты в ковчег, эдут – это свидетельство от слова эд. Айн-далет. Внимательно можете посмотреть, как напечатано шма-исраэль в Сидуре и в Торе. В слове шма выделена буква айн чуть больше, в слове эхад выделена буква далет. Во всех цветах Торы они пишутся, эти две буквы крупнее, потому что вместе они составляют слово эд – свидетель. То есть, евреи читают шма, свидетельствуют о наличии Творца у мира. И вот словом эдут – свидетельство, называется здесь что? Что хранилось в Арон-Кодэш? Крижо-Лизавета. Ашер-этен-э-леха, который я дам к тебе. Ве-асита-капорет. Слово капорет, даже словарь, который, в общем-то, не ставит цели помочь нам в переводе именно священных текстов, переводит как покрывало с Кинией. Ну, мы не можем не заметить созвучие со словом капора, лекабе, йом-ки-пур. Так, ну, Раши говорит, что это покрытие для ковчега. Как это покрытие устроено? Есть мнение, что оно состояло из четырех слоев, есть мнение, что оно было устроено из двух слоев. Первый, то есть самый нижний, самый ближний к внутренности ковчега, первое покрытие, описывается далее достаточно подробно. Второе тоже. А про третье и четвертое, да, говорится только с точки зрения материала. Поэтому на тех иллюстрациях, которые я вам предлагаю посмотреть на канале, на канал Телеграм, я их поставил, значит, они придерживаются мнения, что было четыре покрытия. Вот, либо даже три, где третье, значит, сделано из двух видов материала. Но есть и другие мнения. Итак, капорет – это покрытие. Покрытие. Так, ну, в данном случае говорится, капорет азагавтагор, из чистого золота. Это капорет к чему? Капорет арона, то есть крышка арона. Крышка этого. Так, Натан просит дать ссылку на Телеграм. Телеграм гиппопотам. Так. Можно про Йом-Кипур спросить? Да. А что там капорет? Что покрывается в Йом-Кипур? Там не покрывается, там от слова капора значение искупления. Ну, хотя это, в общем-то, чем-то близко. Спасибо. Что такое искупление? Ну, сейчас я вам скажу очень вкратце. Допустим, некто Х виноват перед неким Игрек. Игрек может подать в суд и потребовать с Х большую компенсацию. Но Х не дожидается этого, а добровольно, значит, дает какую-то часть своего имущества этому Игреку, чтобы тот, так сказать, был этим удовлетворен. Если все нормально, то дело может не дойти до суда. Дай Бог. Так. Загав Тагор. Аматайм вахетци. Полтора локтя. Арка. Ее длина. Мы видим, что здесь суффикс женского рода. Ее длина. Веама вахетци. Рахба. Ее ширина тоже. А ее ширина полтора локтя. Значит, два с половиной на полтора. Как раз это соответствует тем размерам арона, которые нужны. То есть длина и ширина. Тут не указана толщина крышки. Известно из комментариев, что толщина крышки один Тефах. Тефах – это ладонь. Дальше мы с этим термином столкнемся. Так. Так. Ве асита шнаим крувим. И сделайте два керува. Слово керув. В современной урите скорее будет воспринято как капуста. Но есть значение, которое для нас здесь важно. Это то, что дало начало русскому слову херувим. Херувим – это множественное число. А оно уже включает вот этот суффикс им. Тем не менее, по-русски говорят один херувим. А когда их много, это херувим. Это несколько безграмотно, но устойчиво. Это уже устоялось. Как мы говорим рельсы, рейлз, как мы говорим джинсы, джинс. Хотя там уже есть форма множественного числа, то есть английского. И аналогично какое еще слово серафима? Слово сараф. Итак, керув – это что-то наподобие ангела. Дальше идет описание, поэтому сейчас мы увидим, что это такое. Значит, сделай двух херувов, загав из золота, микше. Микше – это значит из единого куска металла. То есть они не должны быть изготовлены отдельно и приделаны к крышке, а должны быть как бы выкованы из единого куска, то есть ковкой. Ну, надо сказать, что золото – это весьма и весьма ковкий металл. Нет, не от слова коров, потому что там кув, кув, а не кав. Вот, и я надеюсь, что не от слова капуста. Так, от слова коров идет корбан, жертвоприношение, и идет два русских слова – корова и кровь. Все это близко к человеку, да. Загав – золотое. Микше – таасе, вот там взяли их. Мишней – кецот, от двух концов, га капорет, крышки, покрытие, да. Слово кеце, да, нам попадалось. Ва – асе, керув – эхад, микце, мизе. И сделай одного керува со стороны, с края этого. У – хрув – эхад, микце, мизе. И одного керува с конца этого. Мина – капорет, та асу – это кровим. О, из крышки сделай этих кровим. Аль – шней, кцотав, на двух концах е, йо. Ну, посмотрите на иллюстрацию. В общем, иллюстраций много. Они не всегда, так сказать, придерживаются одного мнения. Они могут быть вот так, они могут быть наоборот вот так, вот эти вот керувы. Сейчас мы увидим, как они должны были быть устроены. Вэгаю акрувим, и будут эти керувы порсей хнафаим – распространять крылья свои. Порес – это буквально растягивать. Есть еще корень порес через самек. Отсюда парус – русское слово, да. Но здесь вот через сим написано. Крылья их, слово канав – это крыло. Как мы недавно вспомнили, это еще миарба, канфотга арец – четырех крылов. Крыльев, извините, четырех концов земли. И арба канфот бигдеем – четыре края, четыре угла, четыре воскрылка одежды твоей. Лемала – сверху. Сохехим – сохеях. Тот же корень, что в слове цхах. Цхах – это покрытие. И в слове сука. Сука – знаете вы, что это такое. Сохех – это навес. Сахах – это покрывать, прикрывать. Продолжаем дальше. Крыльями своими будут они покрывать. Это копорыт – крышку. То ли эти крылья, значит, лежали на крышке, то ли, скорее всего, они были простерты вот так вот над крышкой. Скорее, второе. Судя по описаниям. Уфнейгем – и буквально и лица их вот этих вот кругов. Иш-эль-ахив. Буквально человек к брату его. То есть были лица кругов, направленные друг к другу. Эль-аха-капорет – к крышке и ю. Будут они пней-а-крувим лица керувов. Ну, керувы действительно имели сходство с человеческой фигурой, но с крыльями. И лица у них были, объясняют комментарии, младенцев. Один керув был похож на младенца мужского пола, другой на младенца женского пола. И интересно, что хотя они были выкованы вместе с крышкой, они приделаны, да, в зависимости от некоторых факторов. Иногда Коэн-Гадоль, который заходил в Кодыш-Кодышим, где стоял этот Арон, всего в течение одного дня в году в Йом-Кипур, да. Иногда он видел, что ангелы повернуты лицами друг к другу. Так было, когда еврейский народ был един. Иногда он видел, что они отвернуты, отворачиваются друг от друга, отвернулись. Это было, когда еврейский народ был раздроблен и враждовали одни с другими. Несмотря на то, что, в общем, механически это было необъяснимо. Так, вот такие были чудеса, но не единственные, да. Так. И дашь буквально, положишь крышку на ковчег. А сам этот ковчег. Перевод говорит, буду я являться тебе там. Буквально стану я известным. Слово «ноад» – назначить встречу, встречаться. В каком смысле это? Сейчас мы увидим. Шам там. Веди барти и тха. И буду я говорить с тобой. Меаль хакапорет. Буквально над крышкой. Мебейншнея кровин. Из пространства между вот этими керувами. То есть, если можно считать, что голос Всевышнего откуда-то исходил, то исходил он из пространства между фигурами вот этих кругов. Ашер Аль-Арон Гаэдуд, который на ковчеге свидетельства. Этколь Ашер Ацавэ. Все, что я тебе прикажу, от хады от тебя заповедую тебе, да. Велю тебе. Эль бней Исраэль, сынам Израиля. Дальше. Ве асита шульхан. И сделай шульхан. Это стол Ацэйшитим из древа аркации. Аматаем арко две, два локтя длина его. Ве ама рахбо и локоть ширина его. Ва ама ва хэцэ кома то. И полтора локтя его высота. Ве цепита у то загав тагор. И покрой его золотом чистым. Ве асита ло зэр загав. И сделай ему венец золотой, савив вокруг. Уважаемые граждане, я обещал вам еще песенку дать. Ну что, досмотрим хотя бы вот эту тему, стол и потом песенка, если успеем. Или перейти сейчас. Песенка, она связана с Пуримом. В том-то и дело, что у нас последнее занятие перед Пуримом. Ну, давайте, давайте все-таки песенку я вам дам. Так, Натан, в прошлый раз как-то не получилось сейчас послушать, послушать песенку. Как я должен сделать? Я должен сделать новую демонстрацию. Она у тебя в Ютьюбе? Она у меня в Ютьюбе, да. Как ты делаешь шер? Ну, либо пошли мне линки, я его от у себя открою. Сейчас я попробую шернуть. Когда шеришь, посмотри сверху, у тебя написано есть шер аудио, тогда лучше слышно аудио. Шер аудио? Где я должен посмотреть? Новая демонстрация, да? Базовые, расширенные файлы. Нет, там есть шер аудио. Либо пришли мне сейчас линк в чате, просто опубликуй. Ну, давай я тебе пришлю, да. Сейчас тогда. Так, вот так. Ctrl-C. Как я тебе присылаю? Ну, допустим, я в чате поставлю. В клей в чате. В клей в чате. Да, чат. Ставлю. Вот вам песенка. Так. А я делаю демонстрацию тогда текста. Да, прошу вас. Сейчас, полсекунды. Сейчас. Сейчас. Сейчас, еще секунду. Скажи, когда включай. Только у себя не включай, только в одном месте. У меня. У себя не включай, выключи у себя. Скажи, когда у меня. А у меня включено? Сейчас, минутку. Подожди, ну ты выключи у себя. Зачем два? Я же хочу как бы у себя включить. Хорошо, хорошо. Выключил. Окей. Включать сейчас? Включать? Включить что? Это ты включил, да. Включить что? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я прекратил. Вот. Песня называется Шушанат Яков. На самом деле, это текст, который читается после чтения свитка Магилата Стерна. Мы его в прошлый раз читали. Мы его читали в прошлый раз. Мы читали, мы разбирали все, да? Все слова я вам давал, да? Да, у нас были в чате, вы выкладывали. Прекрасно. Дело в том, что я нашел сначала исполнение, к которому были слова, но слова не все. Вот. А потом я уже их добавил, добавил к этому файлу. Шушанат. Ну, давайте все-таки я скажу вкратце перевод. Вот. А файл вы можете найти в прошлых уроках. Шушанат Яков, Лилия Якова, Цагалова, Цаныха. Веселилась и смеялась. Ну, здесь обыгрывается название города Шушан, которое созвучно слову Лилия. Бир-О-Тем, видя вместе, когда все вместе видели. Тхелет-Мордыхай. Тхелет, мы сегодня видели, что это такое, имеется в виду. Его торжество, его победу, которая была означена вот тем, что в таких торжественных нарядах, одеяниях он вышел к народу. Так. Шушанатам, надежда, надежда, избавление. Их избавлением был ты, ланецах, вечно. Ветиква, там, тиква, и надежда их, веколь дурвадор, из поколения в поколение. Леводия, чтобы дать знать, ше, коль ковеха, ше, все полагающиеся на тебя, лоевошу, не уследятся вы, лои, калму, и не будут преслижены ланецах никогда. Коля хосим, все опирающиеся, бах на тебя. Арур Гамман, проклят Гамман, Ашер Бекеш Ле Абди, который требовал уничтожения меня. Барух Мордыхай, благословен Мордыхай, а иудей. Ну, считается, что слова Арур Гамман и Барух Мордыхай, когда человек исполняет заповедь, он не должен различать, говорят ему Арур Гамман или говорят ему Барух Мордыхай. И вот интересно, что эти выражения имеют действительно равную гематрию. И, в общем-то, они означают одно и то же, да, потому что добро можно сделать, увеличив добро, а можно сделать, ограничив зло. Вот, но человеку свойственно видеть именно проявление. А в пулем мы поднимаемся как бы выше этого. Мы видим именно смысл того, что происходит в этом мире. Ну, в этот день нам дано получить вот это чувство очень просто, да, исполнение определенной заповеди праздника Пурия. Вы знаете, что я имею в виду. Далее. Арура Зереш, проклята Зереш, Эшет Мафхиди. Мафхид – это страх, да. Жена того, кто пугал меня, Бруха Эстер Баади, благословенный Эстер. Для меня Арурим, коль Аршаим, прокляты все злодеи. Брухим, коль Ацалики, благословенные все праведники. Бегам Харбона, Захур Летов. И также помянем к добру Харбону. Кто это такой? Я думаю, вы помните или вспомните. Ну, вот так. Веселого Пурия вам ровно через неделю. Нет, даже меньше недели осталось. Да, для всего мира в пятницу. А для нас, иерусалимцев, мы богаче вас. У нас пятница, суббота и воскресенье. Вот так вот у нас растянут Пурием на три дня. Пурием Мишулаш. Пурием треугольный буквально. Так, спасибо всем за внимание. Мы увидимся с вами с Божьей помощью через две недели. Спасибо. Спасибо, хак-пурием семьях. Спасибо. Хак-пурием, хак-пурием.